приветствую вас на канале клуба челябинск сегодня у нас будет обзор нашего нового автоклава фан сал 2 именно нашего нового я себе его купил именно он мне не был нужен потому что у меня войн 42 и я им абсолютно доволен но решил 42 оставить здесь где мы делаем съемки где мы делаем большинство нашей тушенки и всего остального а мне нужен на дачу чтобы туда-сюда не таскать вот решил приобрести себе еще один вот он так пришел собственно давайте его вскроем будет полный обзор вот вскрываем упаковку коробка вскрыта смотрим как он приходит к покупателю прикрыт сверху пенопластом рым гайки 4 штуки закручены но это не рым болты это именно рым гайки да потому что болты как я вижу приваренный уже корпус но об этом позже достаем собственно так он выглядит после того как я достал его из коробки в коробке ничего более не осталось только упаковка ну и пенопласт для транспортировки что я вижу я вижу 20 литровый автоклав с краном для слива жидкости с манометром с термометром с ручками удобными которые не нагреваются ну и собственно с крышкой посмотрим что внутри и такое бывает вездесущие шарики пенопласта от них будет сложно избавиться крышка на крышке что я вижу пол полутора дюймовый кламп клапан для сброса давления ну собственно предохранительный клапан который не даст большому давлению создаться внутри автоклава крышка так далее здесь комплект упакованный комплектовщиком номер 8 смотрим обратный клапан для парового режима прокладка и хомут соответственно на крышку хомут чтобы шланг этот прикрутить и он не свалился соответственно шланг крепится сюда книга с рецептами руководство пользователя гарантийный талон кстати сколько на него гарантия гарантийный срок 12 месяцев автоклав фан сал два что тут есть еще прокладку положили вместе с железяками с острыми достаточно не хорошо так важно для работы в паровом режиме естественно потому что в водяном режиме фольжно как таковое не нужно паровой режим по фольжно наливаем воду там где-то потому что тут принципиально разницы нет но об этом позже и два этажа для банок соответственно тут три этажа банок по месяцам по 5 банок полулитровых на этаж емкость автоклава 15 полулитровых банок прокладка смотрим на прокладку прокладка силиконовая достаточно толстая прокладка куда она одевается интересно прикольно сделано прокладка получается вот на внутренней извините на внутреннюю юбку прокладка одевается прижимается крышкой и все достаточно герметично на обзоре что про него еще показывать вот он внутренности его прекрасно видно вот вам дно работает он на любом нагреве хотите индукция хотите газ хотите стекло керамика не знаю кто то можно костер поставить хотя здесь крам подозреваю что это нельзя так делать на открытый огонь кроме как газа в чем сходство fans all 2 с вейном 23 или 42 литра ну соответственно эта возможность работать в паровом режиме в чем его отличие того же вы автоклава ну во первых цена он значительно ниже по стоимости стоимость актуальной цены по ссылке в описании ну и чисто технически он отличается отсутствием 2 дюймового клампа под автоматику то есть по тенды на крышке кламп не 2 дюйма полтора соответственно в n6 pro например сюда можно будет поставить только через переходник но для 20 литров в n6 pro мне кажется это жарновато будет кто-то скажет могли бы сделать вход для тена другой скажет могли бы сделать двух дюймового кламп на крышке но тогда и получился бы вейн да автоклав вейн зачем делать то же самое при том что проектировал сайда пар этот аппарат как паровой автоклав но при этом достаточно приятный по цене что мне в этом автоклаве нравится что здесь большое отверстие ничем не ограничено то есть 7 дюймовым клампом часто спрашивают войдет ли в обзорах и когда мы готовили на вы на войне на автоклаве часто в комментариях спрашиваю войдет ли туда трехлитрового банка вот сюда точно войдет если вам надо пролетиться свистом кстати особенность этой версии первые версии которые были у них в комплекте был была фум-лента а сейчас я посмотрел кран уже стоит намертво и он соединен на анаэробный герметик приятненько уже возиться не надо термометр здесь установлен и металлический ну соответственно с возможностью регулировки его надо проверять давайте проверим все резьбовые соединения как устанавливается прокладка ну собственно соберем его в том виде в котором можно будет использовать не торопясь на ваших глазах прокладка встала на свое место все хорошо вот этот клапан которые безопасность не поворачивайте там где стоят термометры и манометр то что вы будете сюда смотреть сторону если что-то случится то пар выйдет вам не не вам в лицо да не вам лицо а тому кто будет с той стороны стоять слышал некоторые комментарии некоторые недовольства фейковые в том числе что рым болты рым гайки в данной ситуации не накручиваются есть какие-то с ними сложности то резьба кривая то еще что-то вот я вам достал его из коробки при вас его накручиваю в первый раз все крутится все нормально самое самое интересное вернее не интересное самое удобное то что гайки приварены и не надо ничего придерживать просто открутишь и все все полностью все по резьбе они зашли все закручивается все затягивается подозревая что закручивать правильно будет так как колесо на автомобиль перекручиваю то есть перекрестим чтобы прокладка равномерно прижалась но сейчас нам это не нужно прокладочка прокладочка кламповая кламповый хомут обратный клапан устанавливаем на место и поставили хомут соответственно шланг для отвода убираем для отвода пара убираем да блин хорошо запаковали короче вот так он одевается ну и судя по комплектации я не вижу здесь пара гасителя давайте смотреть что тут комплектации должно быть так комплектация емкость автоклала крышка автоклала уплотнение крышки силиконовая фальш дно пластины для выравнивания две штуки есть кран сливной с носиком есть циферблат биметаллического термометра то есть циферблат отдельно от термометра видимо да гильза биметаллическая термометра в гильзу вставлен манометр аксиальный осевой манометр есть переходник футерка не знаю я что это такое хомут клампа полтора дюйма есть уплотнение клампа есть заглушка на обратный клапан есть обратный клапан с гайкой собственно вот он стоит в заглушке кран воздухоотводный есть защитный клапан на полтора бара есть переходник на кран для шланга переходник на кран для шланга не знаю что это такое рим гайка 8 штук есть шланг для отвода пара есть инструкция упаковка ну собственно про парогаситель тут слова не сказано сейчас он продается отдельно переходник на кран для шланга переходник на кран для шланга это вот эти вот елочки ставлю вот один вот второй все правильно ну собственно по комплектации все все верно все понятно ссылочку на парогаситель будет тоже в описании что еще хотелось бы добавить одним из преимуществ автоклавов компании вейн это фанцел 2 и вейны 23 литра 42 литра является то что они могут быть кубом для самогонного аппарата в семье когда покупается отдельно автоклав отдельно куб для самогонного аппарата отдельно самогонный аппарат все это накапливается занимает какие-то объемы если вы готовы к универсальности когда будет автоклав используется и как куб например и как автоклав то очень хороший вариант для экономии денег потому что 20 литровый куб даже стандарт он стоит ну не маленьких денег тоже ссылочка будет в описании посмотрите на стоимость кубов стандарт чтобы сравнить с автоклавом ну а сюда встанет спокойно на полтора дюйма всем известная германии 3 той же компании вейн всем известные ну по крайней мере для тех кто занимается самогонного варением аппарат вейн реформ полутора дюймовый сюда же станет родник про 3 то есть ну выбор полутора дюймовых аппаратов на самом деле достаточно хороший можете сами собрать из комплектующих все что вам нравится совершенству нет предела дерзайте занимайтесь творчеством занимайтесь созданием своих напитков своих закусок в следующем ролике я покажу постараюсь подробно показать как я буду проверять этот автоклав на работу протекает не протекает где там пар проходит не проходит как он разгоняется скажем так да полностью проверю подготовлю к первому запуску потому что мы будем на нем готовить некоторые ну мы уже знаем что мы будем готовить но вам пока не расскажу проверим его чтобы не испортить продукт что я вам всем и рекомендую любой самогонный аппарат любой автоклав первый раз прогоните на воде не устаю повторять но тем не менее люди все равно заливают брагу какой-то заводской брак без брака не бывает производства тем более такого огромного как у компании вейн все равно какой-то мизерный процент но он есть не ошибается тот ничего не делает всем до свидания увидимся в нашем следующем видео пока пока пока